В минувший понедельник в аржентинцевском федеральном суде Екатеринбурга еще 20 лет от ситки дополучил патентованный маньяк, насильник и убийца, который уже отбывает свой бесконечный срок, ныне 36-летний экс-МЧСовец, токарь и бомбила Алексей Фалькин, пойманный по горячим следам в апреле 2017-го, когда он убил и изнасиловал 30-летнюю Ирину Вахрышеву в Верхней Пышме, а труп закопал в лесу, но его машину заприметили. А начал он свою карьеру в 2004 году, когда, напившись водки, убил изнасилованную им женщину. На одном изнасиловании он даже попался, от него ушла тогда жена с ребенком, его выгнали из МЧС, но получил он, жалкие, три года от ситки, а освободился и вовсе через два, как отличник поведения, и еще через два был пойман на последнем своем преступлении. Последнем по времени, но не в списке. Еще когда в октябре прошлого года суд приговорил его к пожизненной от ситки, речь шла о восьми жертвах изнасилований, из них две несовершеннолетние, а три было убито, обвинение уже говорило, что продолжается следствие еще по трем эпизодам, выделенным в отдельное производство. И вот закончилось как предварительное, так и судебное следствие. Теперь считаются доказанными три нападения, совершенные в лесном массиве Парка Победы. В четвертом часу пополудни, 23 февраля 2006 года, Фалькин решил сделать себе подарочек и покусился на изнасилование семнадцатилетней. Сбил ее с ног, начал душить, угрожая задушить насмерть, если сопротивление продолжится, но оно только возрастало и на помощь подоспела двоюродная сестра. Вдвоем девушки отбились от выродка и тот сбежал. Через четыре месяца там же, после семи вечера, он зашугал двоих малолеток, гулявших с десятилетней девочкой. Те бросили ее, и это чудовище ее извращенным образом изнасиловало. Третий эпизод, это уже 2012 год, не поздний вечер 29 августа, все тот же Парк Победы, а жертвой изнасилования, тогда еще МЧСником Фалькиным, стала уже 66-летняя женщина. Все три покушения он совершил бухим. На начальном этапе установить причастность обвиняемого к данным злодеяниям не представилось возможным. Однако, собранная в рамках расследования этих преступлений информация, результаты судебных экспертиз, проведенная по делам прошлых лет аналитическая работа, позволили установить причастность обвиняемого к данным эпизодам, после того, как он был задержан по подозрению в совершении иного преступления, произошедшего в апреле 2017 года в городе Верхняя Пышма. По совокупности этих эпизодов, обвинение попросило 24 года лишения свободы. Суд в итоге дал 20. Понятно, что мы не в Америке, и срок, допустим, в тысячу лет путем частичного сложения, или, к примеру, 9 пожизненных, как для какого-нибудь злостного сутенера, у нас давать не принято. Понятно, что после его кончины гроб с ним не будет храниться в камере, как Мавзолея еще 20 лет, и понятно также, что сейчас для пожизненно сидящего ничего не изменится. Однако спустя 25 лет, когда по закону он получит право просить об освобождении, это еще как даст о себе знать. Продолжение следует...